Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И отталкиваясь от текста «Послание к римлянам 2.14-15» и текста к «Эфесянам 2.3», мы зададимся вопросом, как могут те, кто по природе грешники, соблюдать законы Бога. Если они по природе грешники, то это как бы противоречит самой их природе начать соблюдать законы Бога. И как такое возможно, мы будем сейчас исследовать. Прежде всего, прочитаем «Послание к римлянам 2.14-15» стих. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Итак, здесь мы видим, что несмотря на падение человеческой природы, на самом деле происходит падение не природы, а свободного произволения, знание о нравственности и морали все-таки всеяно во всех людей. Вот оно более природное, это знание. И текст «Послание к эфесянам 2.3» «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». И мы попытаемся как бы сопоставить одно с другим. Мы не можем вместе с пелагианами сказать, что падение не настолько исказило свободное произволение человека, что он как бы потерял весь потенциал исполнять закон. Именно так. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Но как тогда можно требовать от грешников по природе, о чем пишет Павел к эфесянам 2.3, как бы вопреки этой природе исполнять закон Божий? Потому что каждому свойственно действовать именно в соответствии со своей природой. Поэтому этот вопрос мы разделим на несколько частей. Мы поговорим об изначальной природе рода человеческого, о падшей природе и о том, как преодолев падшую природу, мы можем вернуться к изначальному состоянию, когда люди жили в раю, имея постоянное общение с Богом. Итак, изначальная природа. Книга «Бытия», 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То есть все, что создал Господь за шесть дней творения, все это было хорошо весьма, и не было никакого изъяна или никакого недостатка. Теперь отдельно посмотрим, что говорится о сотворении человека. Это та же первая глава книги «Бытия», 26-27 стих. То, что мы отдельно говорим о сотворении человека, потому что человек является особым существом. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над сею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, мы видим, что в изначальном творении не было ничего порочного или несовершенного. Такого просто не было. Но когда происходит грехпадение, теперь мы можем говорить о падшем состоянии. Давайте посмотрим, как ситуация меняется между естественным изначальным состоянием и тем, что происходит в результате грехпадения. Об этом очень хорошо нам повествует книга «Бытия», пятая глава, с первого по третий стих. Сначала говорится о том, каким Бог создал нас, а потом, какими мы стали. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их». И далее. «Адам жил 130 лет и родил сына». Но здесь не сказано, что по подобию Божьему, по образу Божию. А что здесь сказано? «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сив». Что значит «Адам сам был сотворен, и жена его по образу и подобию Бога? Но после грехопадения они рождают детей, сами находясь в падшем состоянии, по этому падшему образу и подобию своему». И в Слове Божьем говорится о дом, это 1 Коринфянам, 15 глава, 22-23 стих. «Как в Адаме все умирают». Как в Адаме все умирают. 50-й Псалом. «В беззаконии зачат я, и во грехе родила меня мать моя». Но здесь говорится, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Каждый в своем порядке. Первый лиц – Христос, который, преодолевая смерть, воскрес из мертвых, потом Христовы в пришествии Его. Когда подобие Богу будет восстановлено, и мы воскреснем, в полноту возраста Христова, 33,5 года, не будет болезни, печали, воздыхания. Слепой будет видеть, немой будет петь, хромой будет скакать от радости. И в послании к Эфесянам, 2 глава, с 3 по 8 стих, мы находим удивительные слова. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, потому что мы умерли водами, оживотворился Христом, когда Христос смертью смерть попрал, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, слушаем внимательно, и посадил на небесах во Христе Иисусе, кого? Нас, уже на небесах, от весной Бога Отца, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Таким образом мы начинаем понимать, что наша природа меняется. Да, беззаконие зачаты, во грехе рождённые, но силой крещения, когда крестят младенца, ему сообщается возможность ходить в обновлённой жизни, силой благодати Божией, мы становимся новым творением ещё в этой земной временной жизни для того, чтобы и в день воскрешения нашего тела юность Христова вернулась бы к нам, и мы все в полноту возраста Христова пребывали бы в радости о вечном спасении и благе во Христе. Поэтому, если, несмотря на свою падшую природу, мы начинаем соблюдать заповеди Божии, это делается силой Христа, того Христа, который сказал, «Без меня не можете делать ничего». Мы кто-то или что-то с Ним и в Нём, и мы никто и ничто без Него. Будем об этом помнить и не забывать. Итак, сегодня мы рассмотрели ещё одно из сложных мест Священного Писания. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы коснёмся следующих трудных мест. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!